Всем здорова! Итак, долгожданная презентация Xiaomi, о которой все соцсети компании трубили еще две недели назад, состоялась. Прошла она в Дели с прицелом на индийский рынок, однако то, что на ней показали, повлияет на весь рынок смартфонов. Началось все с того, что представители компании традиционно мерились своими бубенцами и долго рассказывали, что у Xiaomi рекордные темпы роста и вообще все очень хорошо. Но мы-то с вами пришли не за этими рассказами. Кульминацией ивента стала презентация новой линейки устройств А. Первым смартфоном линейки стал Xiaomi Mi 5X, переименованный в Mi A1. По сути это все тот же Mi 5X, но только с одной очень важной особенностью, о которой я расскажу чуть позже. Итак, новинка будет доступна в трех цветах. Черный, розовое золото и обычное золото. На презентации хвастались изысканным дизайном и небольшой толщиной корпуса, но мы-то знаем, что в этом дизайне нет ничего нового и уникального. Про iPhone и OnePlus я молчу, в таком дизайне есть уже вагон китайцев. Второй момент, на который сделали акцент на презентации, вторая камера, которую резво записали в премиум сегмент и даже сравнили с iPhone 7 Plus. Имеется два 12-мегапиксельных модуля с широкоугольным и телеобъективами. За счет этого смартфон получил двукратный зум. Используются матрицы с довольно крупными пикселями 1,25 микрометра. Судя по всему, модули точно такие же, как и в Mi 5X. Кроме этого, вторая камера призвана обеспечить высококачественное размытие заднего плана. Этому моменту также уделили много времени и продемонстрировали ряд фотографий, сравнивая с седьмой iPhone, OnePlus 5 и Mi A1. На презентационных материалах новинка от Xiaomi, конечно же, всех рвала в клочья, делая более гладкие переходы и не размывая границы объектов. Но презентация есть презентация. Я не удивлюсь, если в жизни все будет не так красиво, как нам показывают, ну и ладно. Работает Mi A1, как и его прародитель Mi 5X, на 625 Snapdragon. Имеет 4 гига оперативки, 64 встроенной памяти. А вот из особенностей можно отметить выделенный 10-ти вольтовый аудиоусилитель, который сможет раскачать даже самые серьезные студийные наушники. Если мне не изменяет память, то аудиоусилитель первое и пока единственное хардверное отличие Mi A1 от Mi 5X. Но в этом мы еще с вами разберемся в обзоре на Mi A1. Я его, конечно же, куплю, если вы наставите мне кучу лайков. Да даже если и кучу лайков не наставите, я все равно его возьму, я же ведь фанат Xiaomi, черт, пропагандист. Так вот, поскольку в Индии часто бывают проблемы с электросетью, то смартфон получит в комплекте зарядку, работающую от 380 вольт. Но самое главное киллер-фича новинки, которая и послужила поводом переименовать Mi 5X в A1, это голый Android на борту. Компания Xiaomi присоединилась к программе от Google Android One. От MIUI останется пара приложений, камера и магазин софта. В остальном же это будет абсолютно голый и чистый Android. А это значит очень быстрые обновления, до самых свежих версий прямиком от Google, высокая скорость работы, долгая жизнь от батареи и, наконец-то, уведомления, которые приходят, и грамотное расходование оперативки. Чего еще можно было ждать? Помимо этого, всем владельцам Mi A1 прилетит бонус от Google, безлимитное хранилище для фотографий в исходном разрешении в Google Photo. Кроме этого, в Mi A1 будет работать Google Ассистент, а девайс до конца этого года получит Android O. Xiaomi имела два из трех составляющих успеха, это хорошее качество и низкая цена. Но вот все это портили глюки MIUI. Теперь Xiaomi точно покорит мир. Я думаю, у них получится действительно крутой девайс. Mi A1 хорошо выглядит, имеет неплохое железо, хорошую камеру, стоит недорого и будет работать на голом андроиде. К слову, старт продаж в Индии начинается 12 сентября. Версия с 4 гигами оперативки и 64 гигами постоянки обойдется в 235 баксов. Но это еще не все. Mi A1 будет продаваться по всему миру. Правда, точных сроков и цен пока не объявили, но думаю, с мировым запуском Xiaomi тянуть не будет. Если мы увидим и другие модели компании с голым андроидом, то это точно будет Epic Win. Ну что ж, я пошел оставлять предзаказ на Mi A1, чтобы подробно его изучить, разобраться, чем он отличается от Mi 5X и рассказать... Субтитры создавал DimaTorzok